Барис, садись пожалуйста. Куда садись? Вот сюда садись. Сюда садись, чтобы я тебя видел. А ты можешь говорить громче? Я ничего не слышу, я не один. Я буду говорить громко. Молодец, отлично. Мне главное не напугать Долорес, который ты уже напугал. Долорес? Да ничего я ее не напугал. Подержи, но только так, аккуратненько. Я у тебя отниму ее. Садись. Расскажи мне про кошек. У меня кот, зовут его Чучка. Он лысый, в отличие от Долорес. И не такой свиноподобный, как Долорес. Ну ты зачем обидел? Потому что она слишком много ест. Она от стресса ест, потому что она бездомная, поэтому она стрессирует ест. Бездомная? Да, да. Мы будем ее пристраивать. А, ну тогда ладно, тогда кушай впрок, Долорес, молодец. Мы будем пристраивать ее. Нашли ее на улице. На улице? Такая классная кошка. С переломанной лапкой, да. Лапку починили. Ты моя маленькая, Долорес. Организовали, откормили. Где у тебя? Откормили. Любят тебя, да? Любят? Все кормят тебя здесь? Она в ужасе. В ужасе, по-моему. У меня все руки, видишь, от кошака моего. Бежит куда-нибудь. Все нормально. Ты спасена от продюсера. Скажи мне, пожалуйста, я вот с Придлиным беседовал здесь, в этой студии. Я понял, что все вот эти ваши разборки со встречными исками, это на самом деле какая-то у вас договоренность, мне кажется, коварная. Ну, не договоренность. Ну, конечно, в этом есть какая-то определенная доля пиара. Ну, безусловно. Люди по-разному ведь понимают слово пиар. Да. Одно дело пиар для того, чтобы сделать артиста популярным. Дело в том, что ведь в советское время была возможность артисту быть известным, потому что на это был направлен весь механизм. Союз писателей, союз кинематографистов, союз литераторов, союз пропаганды актеров, артистов и так далее. Ну, о чем ты говоришь, когда были вещи, которые совершенно, как мы с тобой говорили, не пиарились. Группа «Интеграл». Ну да, да. Она была популярна без всяких союзов. И это поразительно, что нас никуда не пускали, но залы были всегда переполнены. Вот работали 20-25 концертов в городе и все битковые аншлаги. Ну, собственно говоря, это, я так полагаю, все-таки это, как обычно, слава идет впереди за счет того, что мы играли музыку, которая была запрещена в стране. А тогда ведь в щеночку вообще заглянуть всегда интересно, да? Ну да. Что там? Ведь никто не видит, а ты видишь. Это единственная рок-группа в Советском Союзе гастролирующая. «Интеграл»? Конечно, конечно. Как единственная. Не было вообще, ну тогда были вокально-инструментальные ансамбли и все. А у нас все там дым, взрывы, рок, свет, необычный стереофонический звук, 42 микрофона на сцене, три ударные установки, лысый клавишник Игорь Сандер. Да, да, да. Он метался по сцене с тромоскопом, и этого ничего не было. Выходили парни в... все в одинаковых пижаках, одинаковый орнамент. Ну, это я помню все, да. Вот это все. Посмотри, вот это... ВИА, помнишь? ВИА. Ну да, да, помню. Знаете, Барри Алибасова знают не как музыканта из «Интеграла», а как продюсера группы «На-На». И все это, в общем-то, уже история. Что мы... Я тебя знаю как хорошего журналиста... Надо добавлять в прошлом. ...и хорошего писателя. В прошлом, опять же. В прошлом. А мы давай про будущее поговорим. Что Барри Алибасов будет делать в ближайшие 50 лет? Ну, во-первых, я столько жить не собираюсь, но хочу. Так. Но очень редко, чаще всего не хочу. Потому что все-таки 66 лет дает о себе знать иногда. А потом 66 лет, а сколько выпито. А... Вот не продолжай выпито, и все там все... Сейчас все нахуй не надо. Ну, скажи. Поэтому я и так уже пережил среднепродолжительность жизни. У нас в стране 59 лет. Я уже лишнее живу. У мужчин. У мужчин 59. У мужчин, да. Да. Я уже лишнее живу, не имею права. У кого-то очень. Но это бонус называется. Ну да, конечно. Когда лишнее, это бонус. Поэтому и на 50 лет я не прогнозирую. А в общем, у меня есть какие-то идеи, которые я хотел бы реализовать. Да, вот давай. В эволюционной биологии мне очень интересна тема. Ну, слушай, ну давай, да, серьезно. Мы же скажем, что мы будем делать. Я тебе серьезно. Я за ним... Меня интересует тема эволюционной биологии. Меня интересует тема сингулярности в астрофизике. Ну, в общем, очень много меня тем интересует, о которых никто не подозревает. Я не скажу... Причем, в свое время я даже создал потрясающий инструмент, который перевернет планету. Ты опять про прошлое. Давай на свою задачу говори. Нет, не про прошлое. Это сейчас. Это моя жизнь сегодняшняя. Элементарные визуальные образы, из которых может состоять мировая библиотека. И из этих элементарных визуальных образов можно создавать все, что угодно. Любые чудеса. И, в общем, это гораздо... В миллиарды раз круче, чем YouTube. Вот чем я занимаюсь. Зачем ты это делаешь? А? Зачем ты это делаешь? Ты знаешь, вот был один пацан, которого мы все знаем. Мы, ну, культурные люди, колдари, может быть, не знают, но зазывали его Сократ. Ну, я слышал о таком пацане. Вот зачем он это все делал? Ты объясни. Чтобы его граждане, сограждане отравили. Вот он ходил и добивался. Ходил на базар, там, за ним бегала жена, вопила, дай хоть кусок хлеба, дома дети нищие, а ты по базарам шляешься и достаешь народ. Вот. Он доигрался до того, что народ собственный, афиняне, заставили его выпить яд. Тебе опять в прошлое. Нет, так ты зачем он это... Ты задаешь вопрос, зачем это... Откуда я знаю? Мне это нравится. Дело в том, что просто Барри Алибасов – это торговая марка, которая ассоциируется исключительно с шоу-бизнесом. Поэтому, когда я спрашиваю, чем ты будешь заниматься, я жду каких-нибудь рассказов, может быть, фантазий твоих из свежей шоу-бизнеса. Я занимаюсь очень многим. Мне интересно все. И вот, например, тебе же в этой студии никто не говорил, почему рушится экономика Южной Европы. А здесь очевидная связь между религией ортодоксальной и современной религией, более современной, протестантской. Совершенно другая система мышления, да? Вот сегодня рушится экономика Кипра, Греции и так далее. Мы про экономику с Барри Алибасовым неинтересно, вот про экономику. Вот я тебе рассказываю. С Барри Алибасовым интересно про шоу-бизнес. Вот мы, допустим, разговаривали с Фридлендом. Очень интересно насчет голубой темы в шоу-бизнесе. А что тебя так волнует эта голубая тема? Почему она всех волнует? Латентные педагоги, ой, это гомосексуалы, что ли, все вокруг? Да. Ну, а почему? Потому что считается, что в шоу-бизнесе нельзя преуспеть, если ты традиционной сексуальной ориентацией. Фридленд вот это опровергает. Да ну чушь какая-то, вообще чушь. В шоу-бизнесе нельзя, в нашем шоу-бизнесе может быть все, что угодно. Любой из ворот выверт и любой вывих. Если говорить о, скажем, все-таки реальной жизни, то, конечно, нужны талантливые артисты, нужны талантливые исполнители. Ну, это было в 90-х годах, когда все тащили на сцену своих детей, кривых, косых, глухих, вообще, горбатых. Ну, мой, а у меня есть бабло, записали клип. Я однажды видел клип, какая-то пела косая девочка, видимо, дочь какого-то богатого человека. Даже в клипе, записанном в студии, она страшно не строила. Вокал был настолько неисправим, что даже аппаратура не могла исправить. Ну, хорошо, но... Сейчас такого нет. Я понял твой месседж, потому что, ребят, в НАНУ ты отбирал явно не только по вокальным данным, но еще по фактуре. Ну, конечно, во-первых, они актеры были, во-вторых, это личности. НАНА это театр. Вы не представьте себе, театр без личности невозможно, потому что он должен что-то выйти и отдать зрителям. А если он пустой, как он отдаст? Голос там потрясающий, что ли, или что? Или пустые глаза? На это публика не ведется. Поэтому, в первую очередь, как в любом театре, актер должен быть наполнен чем-то, да? Чем он может поделиться? Такими чувствами, эмоциями, которые, собственно, переживать может зал. Вот и все, вот все такое на нам. А скажи, пожалуйста, ну, если уж мы просто эту тему упомянули, чтобы мы ее закрыли. Тебя никогда вот не беспокоило, что там вот тебя обвиняли, что ты вообще ребят подбирал просто через там постель? Ну, так и такие же... Вот ты же знаешь, что в шоу-бизнесе разговоры про всех. То есть я понимаю, что ребята это реально парило, потому что, ну, это им было видно. Их ничего не парило, их парила только сцена, их парили зрители, их парил успех, их парило, когда они что-то не так делали и чувствовали, что там концерт просаживается или проваливается. А что о них говорят? Вот одно время я... Как бы был какой-то период, когда нас это все нервировало, задевало, трогало, обижало. Потом я сказал, категорически не читаем ни газет, ни телевизор не смотрим, ни новости. И все, для нас это была какая-то жизнь, о которой мы даже не знали. Что там про нас пишут, что говорят, там было абсолютно все равно. И, скажем, если оказаться голубой темы, то, в общем, это была настоящая конкуренция. В свое время создавалась группа Иванушки Интернешнл, компания Рэк Рекордс. Там был Санька Шульгин и второй Санька Горожанкин. Горожанкин, да, имел отношение? Горожанкин. Они были совладельцами компании Рэк Рекордс, которая запускала на рынок, ну, несколько исполнителей. Там была Валерия, по-моему. Валерия, она супругой была в ту пору, Шульгина. Да, да, да. Значит, Иванушки Интернешнл и блестящие, по-моему, тут такое, да. И они запускались, эти несколько проектов на рынок. Естественно, Иванушки были прямыми нашими конкурентами. И Горожанкин запускал в эфир, ну, чушь, даже дети сидели и комментировали, там детский какой-то у них был, детская, дискотика, как она, детская, ну, как-то что-то с диско связано, дискоклуб или, и обсуждали клип. И я же вижу, я сам режиссер, я вижу, как детей научили говорить, как они мило друг на друга смотрят, наверное, не голубые. И потом они, когда я в Акулах Пера сказал фразу, что для любого актера, а тем более для артиста в молодежной музыке, лучше быть голубым, чем женатым. Потому что, ну, представляешь, да, в советское время никто из актеров не пиарил свою личную жизнь, потому что он играет в кино героя-любовника, ну, кто ему поверит, когда знают, что у него куча детей, там еще жены и так далее. И я эту фразу сказал относительно, особенно молодежной музыки, молодежной музыкальной индустрии, что девочка любая пойдет за мальчиком, важно, чтобы он не был женатым. Пусть он будет голубой, она думает, что он исправит. Они вырезали эту фразу, и Горожанкин ее в качестве рекламы Акул Пера давал девятнадцать раз в час. Ну, Саша молодец, Саша профессионал. Молодец, ну, Саша мега-профи был. Ну, я тоже так считаю, что, ну, ладно, голубые, пусть думают, что голубые, лишь бы не женаты. А они на самом деле были женаты, у них были семьи, у них были жены, дети. Хорошо, прерву тебя, про клип. Я читал, что ты сейчас какой-то клип снимаешь, да? Да, мы сняли, мы сняли клип, у нас рекорд. Он две недели простоял в топе Ютьюба на первом месте, две недели. Это очень большой срок, безумно большой срок. Но я не знал, что там какие-то есть места в Ютьюбе. Конечно, ну, а как же? Как, не знаю, он кореец раскрутился на всю планету, только потому, что он лидирует в лице. А чем ты, кстати, успех в Сае можешь объяснить? Вот это в движениях в этих, в чем музыка? Ну, это такой собирательный образ. Во-первых, юмор. Юмор всегда хорошо проходит. А чем объяснить успехом? Там Бенни Хилл или какой-то? Ну, Бенни Хилл был такой, да. Бенни Хилл или... Ну, фейдер. Ну, а вот в вашем клипе раз есть какой-то юмор? Нет, юмора нет. Там какие-то розовые вот эти свитера и... И свитера космические, да. И космические, да. Клип как раз то, о чем ты меня спрашивал. Клип, мои философские некие размышления о сущности жизни. Першан там снялся в этом клипе. Да, это совершенно не нанайский клип. Ага. Абсолютно анти-нанайский даже клип. Философский, глубокий, медленный. Никакой динамики, никакого вот такого клипового умышления. Ну, конечно, нанайцы уже не молодые ребята. Какая там динамика? Ну, нет, нанайцы не молодые, но они встают любому молодому или молодой. Потому что так, как нанай работает, так не работает никто в стране. Вот безумие. Мы только что в субботу были в Питере, дворец спорта, ледовый дворец спорта. Просто там такое буйство было, народ приехал на вокзал провожать. Ну, как обычно. А кто это? Это бывшие фанаты или это уже дочери и внучки? Ну, если 20 лет, она не 25, это бывшие фанаты. Они еще мутной капли не везли, когда она уже гастролировала. Понятно. То есть вы работаете все на ту же аудиторию, да, на девичью? Ну, девочки, парни, нет. Ну, у нас есть серьезная музыка. Есть рок-музыка, есть музыка. У Наны есть рок-музыка? А? У Наны есть рок-музыка? Конечно. Ну, какая, например? Ну, назови там альбом какой-нибудь. Например, песня Down, это потрясающая, очень жесткая песня, где агрессия настолько безграничная и ураганная. Там драки на сцене и так далее. Собственно говоря, эта песня посвящена агрессии. Песня Every Little Thing. Это Битлз, да? А? Every Little Thing, это из репертуара Битлз? Нет, нет, это песня оригинальная. Эта песня мы создавали. Мы же два с половиной года жили в твоей любимой Америке, откуда ты сбежал. А я бы оттуда никогда не сбежал. Нам очень понравилось. Но поскольку музыкальная индустрия рухнула из-за того, что появился бесплатный интернет первой... В Америке она рухнула? Ну да, она в Америке рухнула. В 2001 году просто обрушилась за три месяца. Sony Music уже в сентябре 2001 года выложила весь каталог свой за один цент в интернете. А продавали песню за 4 доллара. Вот и вся разница. То есть в десятки тысяч раз упала вся в Соня. Поэтому ее сейчас нет. И мы вынуждены были уехать. Но мы там работали с самыми... Ну выше не бывает. Во-первых, с нами работал Дик Кларк. Это человек, который создавал американскую музыкальную индустрию с 47-го года. American Music Awards, знаете премия американская? Да, конечно. А Дик Кларк Rock'n'Eve, который объявляет последние 10 секунд со Стаймсквер перед Новым годом. Вот это тот самый Дик Кларк. Он с нами подписал контракт на продвижение. Ему очень нравилась группа «Нана». Ну вот в связи с тем, что музыкальная индустрия рухнула за 3 или 4 месяца в 2001 году... Но на тебе-то это не отразилось? У тебя все хорошо, в общем, насколько я понимаю. У тебя жена молодая. Ну да. Вот что вы все по молодым женам-то пошли? А зачем мне старые? Ну ты бери старых, я буду... Ну хорошо. Ну ты расскажи про свою жену-то чего-нибудь. Актриса. Вот сейчас у нее с 3 апреля начинается сериал, где она играет главную роль. Ей сказали, что она выдающаяся актриса. Ну я уже сейчас не помню, кем ее обозвали. Но одной из выдающихся актрис советского кино. Советского кино, это оговорка так. Ну скажи, она прям жена-жена, то есть вы расписались, ЗАГС или так? Нет, я собираюсь, мы собираемся пожениться, зарегистрировать наши отношения. Я редко делаю это. Пока я очень часто жил с разными женами, редко регистрировался с ними. Скажем, вот сын мой, Барри Алибасов. Да. Мы не были зарегистрированы с его мамой. Мой отец и моя мама прожили вместе больше 45 лет. 8 детей родили и не были зарегистрированы. Мама Абарова, отец мой Алибасов. Поэтому... То есть ты противник брака? Дело в том, что... Ты сам прекрасно понимаешь, отношения не зависят от бумажки. Бумажка бывает иногда полезной. Но бумажка, может, ты думаешь, стимулировать... Ну смотри, какая бумажка. Есть такие бумажки, которые стимулируют. А расскажи про сына. Чем он занимается? Ну, он очень умный мальчик, талантливый. Я плохого вообще ничего не делаю в своей жизни. И правда трудился, стоя над ним недолго, минуты три, наверное. А, собственно говоря, неплохой получился вариант. Но я его правильно воспитывал. Я его воспитывал быть адекватным. Он очень адекватно оценивает все происходящее. Это редко бывает, когда люди оценивают адекватно среду обитания. Они всегда для всех остальных как полубоги. Потому что они видят дальше и знают больше. А это вот очень важно. Все убрать стереотипы, зажимы, все эти предубеждения. И видеть мир реальным. Это очень трудно. Но вы с сыном что-то делаете совместное? Нет, никогда. А почему? У него совсем... Он попытался играть в школе, когда он учился для особо одаренных детей. Он попытался играть там на бас-гитаре. Я ему сказал, руки и ноги оторву. Никакой музыки вообще в твоей жизни. Чего так? Потому что я знаю, что такое музыка в Советском Союзе и России. Но ты сам себе противоречишь. На самом деле... Ну... Вот для телезрителей. У нас ежегодно выпускается около тысячи, ну, по меньшей мере, 500 суперпрофессиональных вокалистов. Знаешь, чтобы ты так не стипулировал, на тебе, Долорес, вот пусть она у тебя посидит на руках и попиарится. Раз мы пиарим... Чего они тебе кричат туда в уши, пусто руками не машут перед лицом? Нет, они говорят, надо кошку пристроить. Она же бездомная, мы ее пристроим. А, Долорес, а бездомная кошечка. Привет, кошара. Сейчас позвонят. Ну, она толстенько, не сказать, что она бездомная. Ну, ладно, что ты прямо наезжаешь. Девушка должна быть упитанная. Она вполне... У тебя худой, лысый кот. Да, худой. Понимаешь, поэтому вот это для тебя и дело. Смотри, чтобы она... Мне все говорят, приходят, говорят, почему он худой. Ну, кот должен быть худым. И просто они будут болеть. Нельзя делать. Что не будут болеть почки, печень. Надо было кормить первых. А ты про... Ой, сейчас вот она убежит. Нет, смотри, вот лежай. Ты сейчас отместки взял на животное. Не волнуйся, Долорес. Скажи, а ты вот худой, ты потому что как-то себя ограничиваешь? Нет, нет, я не ограничиваю. Я похудел на 18 килограмм за 3 месяца в этом году. В феврале мы были в Астане, и моя землячка, мы с ней встретились. А потом мы встретились с ней в мае. В феврале она была толстенькая, а в мае она уже была как выпускница. Хотя ей далеко за 40. Ну, просто меня это заинтересовало. Я никогда не думал, что я поддамся вот этим всем. Я ненавидел всех людей, которые там худеют или что там, режим. Ну, хочешь жрать, жри. Слушай, ребята из Наны все отлично выглядят по мне. Сейчас 25 лет будет, да? 25 лет в этом году будет. В этом году будет. Как вы собираетесь это все отмечать? Ну, у нас будет концерт, я постараюсь сделать новую программу, как всегда. Где в Кремле? А? В Кремле будет концерт. В Кремле мы в прошлом году делали программу. Я думаю, что мы сделаем в Лужниках, потому что этот зал нам ближе, потому что это концертный зал России. В котором мы начинали вообще. Первые наши шаги были в концертном зале России. И первый выход Наны был в концертном зале России на первом в Советском Союзе конкурсе «Мисс Москва». Впервые тогда на сцену вышли с голыми задницами девушки. И группа «Нана» тоже, по-моему, не очень одетая была. Ну, мы, конечно, и с передницами. Ну, а так, надо же все-таки конкурировать. Ну, да. И помимо концерта, что-то будет еще какие-нибудь? Может быть, фильм какой-то вы снимаете? Ну, мы сделаем несколько программ, несколько передач. Ну, в общем, она довольно много снимает. Сейчас на украинском телевидении вышел четырехсерийный фильм о группе «Нана». Ну, опять, все набрали, переврали, всякой гадости там. А что? У тебя осталась одна минута, поэтому ты за эту одну минуту скажи... Молодец, вовремя бы ты предупредил о том фильме. Ты говоришь, что за минуту, да. Раньше нельзя было. Я бы хоть попиарил, чтобы мне... Пиарь, у тебя осталась минута на пиар. За одну минуту я могу только сказать, нет круче, чем группа «Нана» в нашей стране сейчас ни одного коллектива. Это потрясающее шоу. Люди уходят с концертов, ну, по-настоящему. Просветленные. Просветленные, даже сумасшедшие. И в этом году нам 25 лет, приходите на наши шоу. Слушай, я думаю, вас надо свести вместе с Иванушками Интернешнл, чтобы вот вы... Мы только что были с Ласковым Маем в Питере. Да. А у меня был Разин и сказал, что он самый богатый из продюсеров. Вам все вы нищие крысы. Ну да, да. Это правда? Ну, потому что Разин и по сильным нечестным трудом все это зарабатывает. А Альбасов всегда исключительно честным. А я зарабатываю честно. Я вообще не бессеребрянник. Ну что ж, ладно, тогда, раз ты бессеребрянник, я у тебя отнимаю, Долорец, потому что ей нужен серебрянник. Ей нужен человек, который будет... А мы вот обращаемся. Вот так вот. Вот, да. Мы здороваемся. Так вот. Так. И... Так. Ну, это же мы сейчас что-то свое придумаем с тобой. До этого ничего. Ты присядь на минуточку обратно, я вот хочу тебе напомнить, да? Ты помнишь. Ты знаешь, это снял Полисов, между прочим.